Всем привет! Это Ярик Кастиль и новый сюжет, новый сюжет, посвященный скретчу. Два новых приема карате. Два новых приема скретчевых, два приема скретчевых, два приема скретчевых, форвард скретч и чоп или степ скретч. Они очень похожи между собой, разница невелика. Они кроссфейдерные. И сейчас мы их разучим. Первый прием это форвард. Делается очень просто. Напоминает немного сэмплирование. То есть когда вы один и тот же элемент в ритм играющего бита повторяете как вам угодно красиво. А второй про второй расскажу потом. Как делается форвард? Форвард делается... Во-первых, для того, чтобы делать форвард, вам и другие скретчевые приемы, вам нужно поставить метку, такую полоску от центра к краю яблока. Яблоко это вот наклеенный участок на пластинке бумажной. Вот, так от центра к краю яблока нужно поставить прямой такой стикер, такую полоску наклеить. Вот, она вам поможет, как часовая стрелка, ориентироваться на то, где у вас начинается сэмпл. В каком месте. Вот. Я сейчас вижу, что у меня сэмпл начинается где-то на, если сравнить с циферблатом часов, где-то около 8 часов. Вот, он начинается. И это мне позволит все время отводить на начало этого сэмпла. Второе. Теперь, как этот прием делается. Я отпускаю пластинку, и в то время, как я отпускаю пластинку, я открываю закрытый кроссфейдер. Когда пластинка доиграла до того места, доиграла столько, сколько мне нужно, я кроссфейдер закрываю и отвожу пластинку назад. Тем самым делая не слышными вот эти звуки реверса. Вот так звучит форвард без кроссфейдера. Вот так звучит форвард с кроссфейдером. То есть я с помощью кроссфейдера вырезаю звуки реверса. Второй прием называется чоп. Вот. Он делается точно так же, как и в форвард, только пластинка играет не сама по себе, а толкается рукой. Все остальное то же самое. Реверсным вырезаем. Теперь под бит. КОНЕЦ Ну, вот так он делается. Довольно красиво, довольно интересно. Вот, где еще форвард красиво звучит, это... На каких-то фразовых сэмплах... Фразовых сэмплах... Приготовьтесь. Ну, например, на этом. Приготовьтесь. 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 Вот. Ну, вот такие вот прикольчики получаются. Спасибо за внимание, это был Ярик Касти И следите за обновлением Моего блога, потому что там еще кроме Видео, сюжетов я выкладываю Текстовую информацию, которую На YouTube не разместишь, поэтому Ну и до новых встреч Такое дополнение К сюжету про Фейдерные, скрейчи, форвард И чоп, или стап Кому как, кому как больше нравится Это кроссфейдер Закрытый, открытый кроссфейдер Что это значит? Когда вот этот Колпачок кроссфейдера Находится в среднем или в любом Но не крайнем правом или левом положении То оба проигрывателя Играют вместе, то есть мы слышим звуки Обоих проигрывателей Открыть кроссфейдер, это значит вот так Да, и мы его открываем Когда открываем, допустим, для форварда Мы его не делаем полностью В сторону правого проигрывателя На котором сэмпл Потому что тогда пропадет звук бита Это неправильно Поэтому его нужно доводить до середины Или хотя бы чуть-чуть отводить от края Вот, то есть Ничего не слышим Потому что левый проигрыватель Вернее, правый проигрыватель не играет И А колпачок в крайнем правом положении Тут все как бы интуитивно просто Если колпачок здесь, этот играет Если здесь, этот играет Посередине или где-то как-то В каком-то другом положении играют оба Тут главное другое Для скрэйча нужна специальная настройка кроссфейдера Не во всех пультах она есть Во многих есть Но в некоторых, особенно начальных Бюджетных, так называемых, пультах Ее нет Это такая кривая среза кроссфейдера Что имеется в виду? Это имеется в виду то, с какой Как будет нарастать громкость Канала в зависимости от движения кроссфейдера Если еще проще, то Здесь бывает плавная и острая кривая кроссфейдера Вот, допустим, в этом пульте Здесь три регулировки Кроссфейдер вообще отключен Плавная кривая кроссфейдера Это значит, что громкость Если мы будем двигать кроссфейдер Громкость будет нарастать плавно Она для скрэйча не подойдет Можете послушать То есть, звук нарастает плавно Он такой получается Нет вот этой астроты скрэйчу Я такой Вот, и третья настройка Это острая кривая кроссфейдера Что это значит? Это значит, что... Или крутая кривая кроссфейдера Ну, в общем, смысл в том Что, как только вы хоть чуть-чуть сдвинете Колпачок кроссфейдера Дека Допустим, правая в данном случае Она начинает играть на полную громкость То есть, я буквально сдвигаю там на 3 мм А эта дека уже играет на всю громкость Вот, эта настройка очень важна для скрэйчинга Если ее нет, то пульт для скрэйча не годится И не надо строить каких-то иллюзий Вот, регулятор может быть круговой То есть, допустим, ну, чтобы не было 3 Каких-то отдельных настройки А как-то плавно регулировать между Какие-то средние значения между Но, острая кривая кроссфейдера должна То есть, крутая кривая Крутая кривая, я уже заговорился Крутая кривая Вот, то есть, быстрый всплеск громкости Он должен быть Допустим, чем скрэйчевый пульт, можно так сказать Тем, вот это вот расстояние От закрытия до закрытия Оно вообще-то может миллиметр Ну, как бы, даже миллиметр Потому что, когда вы будете делать крабики То это очень важно, чтобы это расстояние От закрытого до открытого состояния Было максимально минимальным Если можно так сказать Вот, потому что, чтобы звук получался Такой Если такого не будет, то звук будет вялый И не будет этой остроты Окей, по кроссфейдеру, надеюсь, все было чики-пуки Это был я, Рикасти И, ну, как всегда, до новых встреч Они точно будут Субтитры сделал DimaTorzok